Товарный бизнес с нуля. Как начать зарабатывать на площадке Amazon в 2023 году, ребят? Пошаговый гайд про бизнес на Amazon прямо сейчас. У меня для вас много хороших новостей. Я вам сейчас первым делом покажу продажи, чтобы вы понимали, что мы здесь говорим, как говорится по-английски, мы talking business, чтобы вы понимали, что Amazon работает, весьма успешно работает, ребят. Можно брать, зарабатывать, делать вот такие вот продажи ежедневно. Я вам покажу пару прибыльных товаров в этом пошаговом гайде прямо сейчас. И, конечно же, ребят, я вам расскажу и покажу, как этот бизнес работает от А до Я. Плюс мы поищем сегодня товары, используя другой инструмент, более быстрый, более быстрый способ поиска товаров в этом видео. Ребят, палец вверх прямо сейчас. Подписка на канал, ну просто обязательно. И, конечно же, ребят, если вы не получили мой пошаговый гайд по заработку на Amazon FBA, комментируйте слово гайд прямо сейчас, и я вам его отправлю. Слово гайд в комментариях, ну прям вот делайте прямо сейчас, ребят. Для алгоритмов, для всего, для помощи, для поддержки и, главное, для вашей же пользы, окей? Как же начать зарабатывать на Amazon? Ссылочки будут внизу в описании, также в этом видео, ребят. Мое имя, меня зовут Андрей Крейсбергс, и в этом видео я вам все покажу пошагово, как все это делать. Какие вопросы, пожалуйста, также пишите в комментариях. Начинаем с открытия селлер-аккаунта на Amazon, то есть мы открываем селлер-аккаунт на Amazon, проходим регистрацию. Я говорил это во многих своих видео уже, что ничего сложного в этом процессе нету. Четыре шага. Регистрируйтесь, дайте им свою информацию, имя, фамилию, паспорт, ID, карточка нужна для чардж-метода, чтобы Amazon смог вас списывать 40 долларов в месяц. Это подписка на Professional Selling Plan. То есть вам нужна карточка, кредитная дебетовая, без разницы. Они говорят кредитка, но на самом деле дебетовая тоже подходит. Плюс ваш банк-аккаунт, куда вам Amazon будет делать выплаты. После того, как создали аккаунт, это занимает минут 20, прошли верификацию, может день, два, три, неделя, может быть две. В зависимости от того, с какой стороны вы и так далее. Может быть дольше, может быть быстрее, может быть там, ну, по-разному. Но в целом до недели аккаунт сделать можно, ну, до двух-трех дней. В среднем до недели, ну, вот прямо максимум. Понимаете, ну, это недолго. Опять же, пока вы будете делать аккаунт, вы будете искать прибыльные товары. Как же заниматься этим бизнесом? Что это такое? Товарный бизнес с нуля. Мы перепродаем товары на Amazon. Мы берем товары с таких ритейл-онлайн-магазинов, как Walmart. Я вам сейчас покажу, как правильно искать товары. Заходим на Walmart, заходим на Departments, и мы сейчас поищем товары более быстрым способом. Игрушки, pretend play, ну, давайте, shop all toys. Shop all toys. Ну, без разницы, ребят, рандомно я сейчас покажу, почему. Можно action figures открыть. Я еще открою также для вас pretend play, arts and crafts. То есть, три раздела откроем по товарам. Здесь ищем прибыльные товары. То есть, как мы это делаем? Раздел можно выбрать. Я выберу раздел от 8 до 11 лет. Ну, просто рандомно. Вот. Перешли на страницу, и теперь можете брать и искать товары. Как это делать? Очень просто. Можно делать это вручную. Брать название самих товаров, то есть, копировать заголовки. Условно, смотрите, я открываю, открою, допустим, этот товар, брать заголовок, копировать его в Amazon. Это вручную. Но мы вручную говорить не будем. Сегодня мы сегодня будем говорить про более быстрый способ от использования инструмента OX-Ray. В правом верхнем углу такой висит синий значок. Видите, сейчас у меня он, так сказать, подмигивает, да, наверху. Нажимаем на него, и он сканирует нам полностью всю страницу с этими товарами. И мы ждем, пока он выдаст нам результат, пока он выдаст нам search. Спускаемся вниз, нажимаем на вторую страничку, ждем, пока OX-Ray выдает результат. Зеленые, как понял, уже, ребята, это прибыльные товары, красные это неприбыльные товары. Здесь у нас есть прибыль наверху, net profit. 45, 94, 31, 8, 0, 7. И потом уже неприбыльный товар. Как правило, мы не обращаем внимания, до сих пор через конец, кстати. Я им даже не дал времени это сделать, ребят. Как правило, наверху, когда товар прибыльный, ну вот, очень прибыльный, у нас сразу возникают вопросы, а стоит ли брать такой товар вообще, либо нет. Ну, смотрите его, потому что, скорее всего, инструмент, он не perfect, он не суперточный, иногда он выдает так называемые mismatches. То есть, неправильно сопоставляет товар, потому что он ищет товар по UPC-коду, по бар-коду и так далее, он сверяет его с каталогом Amazon, и он ищет товар, который можно купить дешевле, соответственно, и продать дороже, да. То есть, наверху, допустим, я элементарно открою сейчас этот товар, такой Turtles Bundle Pack, 6-pack Bundle Pack, смотрим на него, 87 долларов 99, и правда, он стоит 87 долларов. Может быть, это правильный товар, открываем его на Walmart, открываем вот тут эти ссылочки, да, есть Amazon ссылочка, вот, может, на S&M кликнуть, S&M номер Амазона, да, и можно кликнуть на саму ссылочку Walmart, Slack Shop, это самого Walmart товар, да, будет? 2019 Collection Action Figure 6P Set, да, судя по всему, это тот товар, но у нас есть проблема, товар мертвый, Keeper мертвая, Sales Rating у него мертвый. Я вам сейчас покажу, что такое Sales Rating, вот, скоро вот я вам расскажу, да, еще он почему-то в неправильной категории написан, но поэтому товар, видимо, и мертвый, потому что он неправильно, он неправильно размещен в каталоге Amazon, неправильной категории находится. 32 272 в Гроссере, это игрушки, Toys and Games. Ребята, не суть, смотрите это весь до конца, комментируйте слово Guide прямо сейчас, если вы хотите по шагу в Guide меня получить, не забывайте, да, я вам сейчас все расскажу, покажу, как это работает, да. Следующий товар, 31 доллар прибыль нам показывает здесь, окей, открываем его, кликаем SIN и кликаем, естественно, откуда берем, с Walmart, да, смотрим, это тот товар, либо нет, Roblox Zombie Pack. Так, за 14-13, судя по всему, это правильный сет, но у нас почему-то у Exile показывает, что он продается за 57, за 57 долларов, за 31 доллар, за 57 долларов продается, видите, у нас Amazon цена, то есть он не всегда правильно обновляется, возможно, он продавал за 57 долларов, давайте посмотрим на Kipi, он за 57 долларов никогда не продавал, давайте посмотрим, может здесь есть доставка на него. Так, надо показывать, когда есть доставка на товар, он стоит 20 долларов, то есть его продают за 20 долларов другие селеры на Amazon прямо сейчас, то есть фильтр сделаем по правильному, смотрим, по какой цене продается товар, за 20 долларов мы ничего не заработаем, то есть банально, ребята, если мы покупаем за 14, продаем за 20, сейчас откроем вам калькулятор, бесплатный калькулятор в правильном углу и быстро посчитаем прибыль на данном товаре, то есть цена на данном товаре, он продается за 20, product cost 14, у нас прибыль получается минус доллар 97 после всех вычетов, то есть нам это не интересно, да, ну, спросите, ребят, намного быстрее мы ищем товары, да, давайте открою эту Ниндию, еще раз вам расскажу про нее, я отдельно ее открою, чтобы она у нас была, вот, на Уолмарте и на Амазоне, просто потом к этому товару вернемся, да, вот, что такое более реалистично, 8 долларов прибыли, открываем на Амазон, открываем на самом сайте, то есть открыли на Амазон, открыли на сайте, смотрим, почем он продается, ребят, эта модель называется онлайн-обетраж, мы ищем товары дешевле, продаем дороже на Амазон, 22,37, да, мы что-то вроде нашли, 47,95, Ninja Kids, TV Giant, Mystery Ball, окей, кут, 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 что-то интересное у нас здесь, ребят, давайте смотреть, в разделе Toys and Games, то есть у нас потенциально есть прибыль, 47,95, 48 долларов он продается, то есть в калькулятор нажимаем, смотрим, что у нас получается, калькулятор почему-то не появляется сразу, давайте мы сейчас быстренько рефрейш сделаем экрана, может потому что листинг без buybox, а вот начал появляться, смотрите, product price, цену, цену товара выставляем за, сколько оно было, 48 долларов, да, цена товара на Walmart у нас 22,37, чистая прибыль 8 долларов 36 центов, товар продается в 24 раза в месяц, оп, 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 нашли прибыльный товар. Разумеется, нужно проверить на какие-то дополнительные там аспекты, там, на конкуренцию, видно, что у него нет buybox'а, buybox'а такая вот кнопочка, сейчас я вам покажу, как buybox выглядит, давайте я просто рандомный товар найду для вас, ребят, покажу вам, как buybox выглядит, чтобы вы понимали, просто на рандомный товар кликнул, вот buybox, ребят, видите, это buybox, это куда клиент идет и покупает, то есть клиент у нас находит, customer, да, который шопится на Amazon, да, он сюда идет и кликает add to cart, то есть нажимает add to cart и покупает товар, это называется buybox, когда товар, когда нету buybox'а, он отображается вот так, называется suppressed leasing, suppressed leasing, это те leasing, которые Amazon автоматически решает, он их лишает buybox'а, как правило, потому что цена слишком завышена, по их мнению на товар, и они правы, в этом случае так и есть, потому что этот Ninja Kids TV, можно купить с 22.37 на Walmart, они же не дураки, я не понимаю, сколько он стоит, наверное, по рынку, вот, и на Amazon он стоит 48, но тем не менее, ребят, тем не менее, он продается, потому что рейтинг нам показывает, что он продается, если мы возьмем полную историю, можем обратить внимание, что он стоил раньше и 70 долларов, то есть он был на пике, но здесь у него был очень плохой рейтинг, то есть зелененькая шкала, это рейтинг товара, мы сейчас поговорим, ребят, про рейтинг, я вам сейчас скажу, как это работает, да, то есть создаете аккаунт, и ищете прибыльный товар, мы с вами его, в принципе, сейчас взяли и нашли, да, то есть мы нашли прибыльный товар, и мы смотрим, что здесь у нас, собственно, происходит, то есть мы, вообще товар, в принципе, неплохой, то есть нужно посмотреть, можно вообще его продавать, либо нет, сперва, закрытый, либо незакрытый, для этого нужно проверить, добавить его на Amazon, но, судя по всему, его продают другие FBA продавцы, как мы это можем увидеть, пока открываем продавцов на правом верхнем углу мы нажимаем фильтр prime и мы пока мы смотрим другие fb и продавцы кто занимается amazon и бизнес то есть азбал си лили сан лимитед престиж вайф числе слон то есть только магазин запустился за слон свой скотт еще шипс намазан just launch но тоже не у него 33 плана у этого много рейтингов да то что здесь без рейтингом магазин то есть опять же настя store костя store там не знаю как любой вашими ребят запустились на amazon и вы только может запуститься и уже продавать свой первый товар но опять же здесь мы сможем конкуренцию пусть не к ногтей многие селеры здесь продают по завышенной цене но опять же я не смогу все детали обместить как все работа примерно да но чем ниже цена тем больше шансов будет право то есть у этого то смелси он продает 48 долларов соответственно скорее всего продажи получает он лично сам вот если вы получаете все продажи и он продается 232 раза в месяц и из этого 88 долларов прибыли ну минус там доллара еще полтора отменим отменен да то есть 1656 долларов всего товара разумеется вы не будешь только иметь ребята не буду вам говорить что вот это будет зарабатывать товара столько так может быть с товара зарабатывать на 200-300-400 долларов зависимость от того как какой товар сколько будете его продавать раз как вы будете конкурирует с другими продавцами будет ли вы самые низкие в цене и так далее То есть, эти аспекты, они очень важны. Но, по сути, эта модель, она очень проста в том, что есть минимальный вход, то есть, есть абсолютно, ну, минимальное плато, минимальный вход на запуск данной модели. То есть, вам не нужны большие средства. Вы просто начинаете, закупаете на сайте Walmart, отправляете товары потом на так называемый prep-центр, который выглядит вот так вот примерно, то есть, просто рандомная фотография нашего prep-центра, который мы используем. Вот, вы отправляете товары на prep-центр, они его переупаковывают за вас и отправляют на Amazon. Как правило, prep-центр берет примерно, ну, доллар, доллар с единицей. То есть, допустим, если вы с товара зарабатываете 8-35, доллар забирает prep-центр. Плюс еще можно брать в уме 25-30 центов на отправку на Amazon. То есть, у вас еще есть отправка каждой единицы на Amazon. Это будет стоить 25-30 центов, если вы используете курьера амазонского UPS. Как правило, все амазончики используют UPS-курьер. Они просто берут и забирают товар у prep-центра и отправляют его на склады Amazon. Потом товар падает на Amazon, вы начинаете его продавать, амазон его уже делает за вас, за вас делают полную дистрибьюцию. В этом и заключается товарный бизнес, ну, я, ребят, про который вам сейчас рассказываю. Вы находите, вы делаете аккаунт на Amazon, вы ищете прибыльные товары, которые я вам сейчас показываю. Я вам сейчас покажу, ребят, еще один прибыльный товар, обязательно смотрите это видео до конца. Если вам нравится контент, если он полезен, мы сейчас еще с вами поищем товары. Я не буду, наверное, заканчивать видео. То есть, у нас примерно 20-23 минуты, может быть, будет видео, примерно, плюс-минус. Вы смотрите до конца, да? То есть, вы отправляете потом на prep-центр после того, как вы нашли товар, делаете покупку с сайта и отправляете на адрес prep-центра. Мой prep-центр, который я рекламирую и который я рекомендую, находится во Флориде. Вы отправляете на флоридский prep-центр мой, ссылочка внизу в описании, ребят, в этом видео, плюс на инструмент OX-Ray. И они делают уже за вас весь prep-н-pack. Они все запаковывают, они все делают, вам ничего делать не надо. Если вы живете в Америке, либо в Англии, опять же, есть видео и на английскую тематику, можете посмотреть на моем канале. У меня есть разный контент и на английский Амазон, и не только на американский. Но в основном я делаю сейчас на американский Амазон больше. Тоже знаю, что это больше актуальнее, особенно для тех, кто смотрит стран СНГ и так далее. На Америке, в принципе, проще стартовать, проще зарабатывать. Поэтому они делают, ну, процент сделать все за вас. Вам ничего не надо делать, но если вы живете в Англии, либо в Америке, можете сделать prep-н-pack сами, если хотите. Если вам позволяет место, если у вас есть место, если у вас есть время на это. Самое главное, если у вас есть желание заниматься prep-н-packing. То есть, я не рекомендую, ребят, это очень время затратное. Это, ну, не стоит того, не стоит того, потому что, ну, банально время намного стоит дороже, чем там доллар за одну единицу. Вы можете просто находить товар, который будет зарабатывать вам с запасом, с запасом прибыли. И вам не нужно будет парить с неким prep-н-packing. Давайте еще поищем товар, ребят, быстренько поанализируем. Вот такой вот здесь товар у нас, посмотрим, мы его открываем на... Я две ссылки на Амазон почему-то открываю, не знаю почему. Not available, то есть его нет в стоке сейчас. Out of stock, это хороший шаг. Это хороший, кстати, сайн, хороший такой показатель, что его нет в стоке. Почему? Я сейчас объясню. Потому что, скорее всего, выкупили, скорее всего, это хороший товар. То есть, каком-менее на official family figure. Ребят, я сделал один скан, и я нахожу товары. Пожалуйста, не пишите мне, что вы не можете находить прибыльный товар. Если вам нужна помощь, ребят, у меня есть OA-сделки. Сегодня, кстати, у нас будет огромное обновление. Оно, вернее, уже было, когда вы смотрите это видео. На OA-сделки. На OA-сделки в нашем телеграм-канале. Ссылочка внизу в описании, на мой телеграм-канал. Это готовые прибыльные товары. Вы можете найти OA-сделки, перейдя по ссылкам под моим видео. У меня есть там моя ссылочка, такая, все мои ссылки. И там можете найти мои OA-сделки. Плюс отдельно я также почву OA-сделки. Это товары, готовые за вас, которые вы можете покупать и продавать. Если у вас не получается находить прибыльный товар, проблем нет, ребят. Мы решаем эту проблему за вас. То есть, я не знаю, сколько этот товар стоил на Walmart. 18.49, он показывает. 18.49 на Walmart, но на Amazon он продается тоже за 18.49. Поэтому здесь никакой прибыли, в принципе, речи идти не может быть. Но мы видим, что он продавался раньше за 22 доллара. Мы можем видеть это по кипе и так далее. Да, ребят, я не проговорил про самое важное. Я иногда забываю. Я делаю видео, и потом он, ай, все так просто, так просто. Ну, вы же новички, вы же не понимаете, как это все работает. Я при всем уважении, это абсолютно нормально. И вы не знаете, что такое сейлз рейтинг. Как вот ты понимаешь, что товар хорошо продается? Вот этот Ninja Kid Star TV Giant Mystery Ball, да? Как мы понимаем, что он продается на Amazon, да? У него есть категория. Категория Toys and Games, да? В левом верхнем углу. У него также есть рейтинг. Спускаемся вниз. Есть рейтинг данного товара. 32 847 в игрушку. У нас есть также листок. Называется Clear Shelf, ну, вот такой сайт, с сейлз рейтингом. Который показывает нам готовые рейтинги на Amazon. Спускаемся вниз на каждом Marketplace. На американский, на канадский. Спаринг какой-то с рекламой непонятно постоянно. Канадский, мексиканский, английский Amazon. Давайте на них понимаемся, на американский Amazon. То есть есть у нас здесь категория. Есть категория Toys and Games, внизу, да? Есть общее количество товаров. 8 миллионов 334 тысячи 741. Есть топ-25% из данного рейтинга. Такая цифра. Топ-10 такая. Топ-5 такая. Топ-3 такая. Топ-1. Соотношение. Чем ниже рейтинг товара, тем лучшим продается. Как в теннисе. Первый рейтинг играет лучше всех. Она выиграет больше всего Grand Slam и так далее. Ну, понимаете аналогию, да? Также здесь. У нас товар находится в рейтинге у... Не тот, не тот, не тот товар. У нас этот товар в рейтинге 32847 на Amazon. В категориях Toys and Games. 32847. Это топ-0.5%. Топ-0.5% в общей категории. Мы ищем товар, который продается до 1% в категории, как правило. Даже до 3. Этот товар входит в топ-0.5% категории в Toys and Games. То есть он хорошо продается, мы это знаем. Toys and Games. С 40 на 1674 до 0.5%. Он с 32 тысячи, то есть он входит даже с запасом в эти 0.5%. 0.4% от всей категории. И мы видим это по нашему инструменту. Кстати, ссылочку внизу оставлю тоже на инструмент AmzScout. Прометный глуп. Еще раз, калькулятор открываем. Он нам дает примерные продажи в месяц на данный товар. Estimated monthly sales 234. Вам нужно сюда все записать. Смотрите, почему здесь не котеная прибыль, просто товара цены нет. Не выставлено, поэтому калькулятор так считает. 234 продажи в месяц по данному товару. Это хорошо. Это хороший товар. Как правило, мы продаем разные товары. По 5, который раз в месяц. Ну, по 5, на меня скорее. В общем, там 50-60. По 5 продаж в месяц мы такие товары продаем. По 25, по 50. Вообще, самое главное в этом бизнесе, это продавать товар с разной частотностью. То есть, мы все время идти в товары, которые продают больше количества раз. Потому что на них больше конкуренции. Ну, в общем, все эти тонкости, ребята. У меня есть отдельное обучение, которое называется FB Mastery. Обязательно смотрите, внизу ссылочка в описании на русском языке. Там я все рассказываю, все эти хитрости, тонкости. Как правильно убирать товар и так далее. Дополнительные трюки про байбокс. В общем, вся дополнительная информация такая. Более next level stuff. Следующий уровень у меня есть в обучении. В общем, как-то так, ребята. Это рейтинг. Давайте еще посмотрим товары быстренько. Камелин это закроем. Давайте просканируем. Я, ребята, не знал, что я найду прибыльный товар. Вот честно. Я говорю всегда рандомно, ребята. Я никак-то не планирую свои видео. Я не записываю их заранее. Ну, не знаю, не ищу товары заранее. Я ищу товары заранее, только которые я хочу вам показать. Но именно сам research я делаю прямо сейчас, как он есть. То есть, я не знаю, какие товары сейчас в этой категории. Я иду туда, где примерно я могу что-то найти на видео. И все. Но я не знаю, какие товары там сейчас. Потому что каталог постоянно обновляется. Товар уходит от устаук и так далее. Смотрим здесь. Динозавр, который продается за 107 долларов и за 49. У него нету рейтинга. Если нету рейтинга, значит товар плохой. Чтобы вы понимали. Такой маленький тип для вас, ребята. Чтобы вы понимали. Маленький трюк, да? Поэтому, да. Данный Octonotes у нас будет 1951. 70 тысяч рейтинга. Открываем его на Amazon. Открываем его на Walmart. 23 доллара. Не, не то. 27-23. Нам это не интересно. Смотрим поменьше. Прибыль вот 12. Вот давайте вот 12 у этого. Вот 12 долларов прибыли. Я вам сейчас покажу прибыльный товар еще один, да? Тоже, по-моему, с сайта Walmart. 32,97. Какой-то Boba Fett. Что-то, короче, Starship Galaxy. 42,99. Такой же товар. Проверяем, чтобы это был такой же товар. Очень важно, ребята. Продается по... Еще раз проверим. 42,99. Низкий селлер. Ну, FBA-продавец. Первый продает по... Фильтрует, фильтрует. Чуть-то он долго фильтрует. 53,48. Ну, это тот случай, когда мы будем все-таки идти по самой низкой цене. Потому что даже если вы FBA-продавец. Потому что если вы FBA... Я такую маленькую тоннуку с вами объясню, ребят. И будем... Я вам покажу прибыльный товар. Комментируйте слово гайд, ребят. Если вы это чуть-чуть сделали. И ставьте палец вверх, ребят. Это, ну, прям очень важно. Мотивирует меня делать больше для вас контента. Вот. Прямо сейчас. Если вы это еще не сделали, поставьте палец вверх. Очень важно. Вот. И да, я буду начинать с еще больше разного контента для вас предоставлять. Не только там гайды всякие и так далее. Хотя гайды, мне кажется, лучше всего заходят. И вы понимаете больше, как ты здесь работаешь и так далее. Вот. Что касается данного товара, такой маленький секрет. Маленькую фишку. Мы, как правило, смотрим по самому низкому FBA-продавцу. На листинге. То есть фильтр FBA-продавец. Но здесь вы видите, самый низкий FBA-продавец сейчас будет, смотрите. 53,48. FBA-продавец тот, кто продает через Amazon. То, что мы делаем. Amazon.com, смотрите, Event Workflow Solution. Селлер, продается на Amazon. Он продает через Amazon.com. Продает Little Shop Wonder Prairie. Тоже через Amazon.com продает. JC World Store тоже через Amazon.com продает. Это значит, что Amazon за них отправляет. Это значит, что покупатели покупают, скорее всего, у них, потому что у них есть Prime подписка, и они получают быструю доставку. Но, если товар продается другими селлерами, не только FBA, и они значительно ниже в цене, если вы просто вот селлер продаете, видите, Rareware Imports. У него доставка 5 долларов здесь, но он дешевле. Вот, 46,99. Он на 7-8 долларов дешевле. Скорее всего, покупатель купит у них, потому что у них дешевле на 7-8 долларов. Но не всегда. То есть у этого селлера еще доставка есть. Я думал, он просто 42,99. У него еще доставка. То есть у него 46, там 53. То есть, возможно, покупатель переплатит 7 долларов, чтобы быстрее получить товар. Понимаете? То есть, поэтому смотрим по низкому продавцу. Давайте 47 долларов на данном товаре. Открываем калькулятор. 47 долларов. Платим 32,97. Окей. Давайте 32,97. Посмотрим, что у нас здесь получается. 32,97. Так. Неправильно написал. 47. Product price. 33. Бираемся, да? Доллар 37 прибыли. Нам это не интересно. Ребят, прибыльный товар. Прибыльный товар. Доллар 37. Ну, мы примерно полтора доллара. Доллар 30. Затем только на прэп фи еще, чтобы отправить на Amazon. Тут у нас недостаточно прибыли. Amazon берет фи 12,63. Это их фи, которые они берут, чтобы отправить товар за вас. Сделать возврат. Поговорить с клиентом и так далее. То есть, они берут сумму свою. Плюс, ваша цена еще за товар. Мы получаем, чтобы долл. Доллар 37. Чистая прибыль. Нам это не интересно. Заходим в мои ноутсы. И давайте с вами загуглим товар, который я для вас приготовил. Я его приготовил просто вот, ну, рандомно. Я не думал, что я что-то найду. А я нашел. Я нашел, ребят. 32 доллара 14,54 на волноте. 32. И здесь, довольно-таки, все сладенько. Вот, получается, у нас прибыль 9,23. 42 продажи в месяц. Допустим, мы будем делить это на количество продавцов. То есть, я вам сейчас просто примерно прикину, сколько можно зарабатывать с данного товара. Заходим на новый 31. И мы смотрим на FBA продавцов на данном лестнице. У нас было 9 долларов прибыли. Давайте 8 округлим там. 7,50. FBA продавцы, 21 конкурент. 1 здесь конкурент 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я смотрю, 6 конкурентов, способных продавцов, даже 5. Это уже слишком дорогое. То есть, должны быть конкуренты по цене. То есть, 5 продавцов будет 6. 400 разделить на 6. Это у нас будет примерно 65 продаж в месяц. 65 умножаем на 8. Примерно получаем 500 долларов прибыли с данного товара. Как это так, ребят? Надеюсь, вам понравилось это видео. Палец вверх прямо сейчас. Комментируйте слово «гайд». Смотрите закрепленный комментарий под этим видео. Там будет мой телеграм-канал. Обязательно вступай сюда. Это единственное место, где я оставлю все апдейты на русском языке. Все ссылочки будут внизу в описании, ребят. Если хотите обучаться у меня лично, программа FB Mastery есть для вас на русском языке. Это был товарный бизнес с нуля. Бизнес на Амазон. Как сделать все пошагово в 2023 году. Делаем сейлер-аккаунт. Ищем товары, прямо на процентов. Они отправляются за вас на Амазон. Продаете, вы ищете новые товары. И все. В принципе, вот на этом вся система и работает, ребят. Если вам понравилось это видео, ребят, пожалуйста, палец вверх. Очень важно. Подписывайтесь на канал. Еще раз отправьте ссылочки в описании. И комментируйте слово «гайд». И уже до следующего видео на моем канале. Всем пока.